что следующая их работа будет не хуже 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 майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала чак ревью называется но все о хитах никелодиан муви мультомыла никелодиан блин прикладный прикладный канал приклад не знаю что со мной все нормально по на 3 но никелодиан я помню за и сам конечно днями на смотрел кошмар привет фарфукан и и ностальгический угар и по многочисленным просьбам у нас ожидает большое мультомыла по никелодиан мувис почти большая никелодиан как же много в этом слове трэш боль разочарование кислотная мерзотная чепуха и нет я сейчас говорю о старом никелодиане ламповым приятным безумным но таком родном за период своего существования изума это очень свое киноподразделение успели выпустить целую вереницу разношерстных интересных проектов они не ограничивались блока мультсериалов для тнт поверьте и сегодня мы утонем ностальгии покопаемся в ней вдох у нас был отдельный канал никелодиан перед тем как это момент у меня появился он прикольно разбирать сегодня мы будем только полнометражный мультфильм и студии никелодиан мувис то есть никаких сериалов и подростковых фильмах они как-то другой раз окей мы требуем и просим сериалы классно у них были наше ностальгическое путешествие приятного просмотра будет интересно надеюсь побуду уж эти детки в кино идея выдать главным карапузом никелодиана собственное полнометражное предложение зародился с самого начала трансляции оригинального сериала но с этим необычный он не только походил контракт с 2 странный фокс на производство мультфильмов по рену и стимпи и собственно ох уж эти детки однако в девяносто четвертом компания биаком владеющий никелодиан приобрела парамонт пикчерс и таким образом парамонтом перешли права на дистрибуцию фильмы девяносто пятом было основано подразделение никелодиан мувис которая даже начало производство полнометражек про деток режиссером выступил каноничный аниматор ох уж этих деток игорь ковалев который задолго до сериала работал над приключениями капитана врунгеля пластилиновые вороны и следующее утка лапки нихрена же себе продакшен мультфильма занял целых три года и на самом деле никелодиан делали достаточно большую ставку на свой полнометражный дебют на гостевые роли они позвали вупи голдберг дэвида спейда басту раймса и даже тима карри а для специальных музыкальных номеров они пригласили актера сразу вспоминаю по один дома 2 иди попа и многих других артистов выступающих самых различных жанрах мультфильм выпустили на больших экранах ноябре 98 и должен сказать что полный метр данном случае для наших бэйбиков конечно оправда это не очередная растянутая на полтора часа серия сериала однако я бы не сказал что это прям какой-то заметный плюс мультфильм в начале наша мелочь пузатая воображает себе приключения в духе индиана джонса и по мере действия оказывается в похожих приключениях только уже в реальном мире разумеется так как это произведение ну про очень маленьких деток то сцены с рыганием с слюнями и прочими прелестями здесь неизбежно но тут это уж простите но как по-другому ну такие дети поэтому вот где босс молокосос моему мастерству научился а я так правляется все это дело очень странными музыкальными номерами которые ставлены совершенно не в попад и довольно сильно выбиваются из ряда повествования вот наши малыши приходит в роддом или как они его называют магазин детей и начинается очень странная музыкальная ставка с болтающими младенцами и струями и превращающихся в радугу ладно это трэш это прекрасный трэш просто штук ну это как они это придумали это гениально это гениально что ж по-настоящему если анжелика конечно же она начнет забывать свою грустненькую девчачью балладу ну и так далее и тому подобное честно говоря я вообще не вижу смысла в этих музыкальных ставках и создатели будто бы сами стесняются потому что не безумно короткий сюжет ничего не привносит лишь удлиняет хронометраж песни приглашенных артистов тоже ничем выдающимся не отличаются и поэту бы и мюзиклом это не назовешь а потенциал приглашенных звезд получается слит в унитаз вместе с подгузниками но стоит похвалить создателей за то что мультфильм не получился филер и они как-никак продвинули местный лор вперед выдав томе я бы так не плохо с другой стороны конфликт того что старший брат ревнует младшего и думает что его теперь будут меньше любить это конечно стандартнейшая классика никаких великих драм с большими ставками здесь ожидать не стоит сами детки никаких заметных изменений не протерпели томи отважный лидер анжелика безумная девчонка забияка чаки застенчивые робки рыжий пупсень в очках вот он кстати вырос в комментариях я автора любопытный визу нарочито небрежный и уродливый стиль студии класс кичупа теперь обрел чуть более презентабельный вид мультфильм даже породничал райца размашистой постановки интересных ракурс не нового выкиплошек садират получились очень незатейны по настоящему интересно смотреть их будет пожилую исключительно карапузов скажу очевидную слюнявую мэйми мультфильм обретает довольно большой успех и собирать в прокате более 140 миллионов долларов при бюджете в 24 конечно зрители и критики остаются в основном недовольны мультфильмом но кого это вообще волнует ведь кажется никелодеон нащупали денежные вымя решили не отпускать шанс заработать на карапузах еще раз и уже два года спустя выходит вполне закономерное карапузное продолжение было и вторая часть уж эти детки в париже париж не при 2000 франция решили отправить в колоритные безумные флорсов поделить за место безобразие просто вот так иди золнышко спасибо плотский слайд тети которая ненавидит детей исследуя своим корыстным целям хочет выйти замуж за папу чаки а есть добрая тетя которая дружит с папой любит детей вся такая милая прекрасная и бла-бла-бла и закрепляется это сюжетным мотивом того что чаки хочет чтобы у него была мама из-за этого сиквеле основным героем становится как раз чаки которая должен преодолеть себя стать храбрым и остановить свадьбу злой тети его папы конечно свадьбы после пары дней знакомства вписывается в детское сознание но по мне это полнейший абсурд достойный выпуска давай поженимся помощники не может догадаться что его пытается надуть и только наши малыши запрыгнув на гигантского аниматронного динозавра нормально сорвать планы коварной негодяйки я понимаю гадзилла последний момент не дадут свадьбе состояться безумно карапузно и максимально стандартно ну хотя бы радует что на этот раз нас не стали одаривать жутким калейдоскопом из слюней от рыжих детского плача а как же радуга радуга была великолепна я считаю что должны быть каждой серии вот каждой точнее каждом фильме вставлять удовольствие дом или дом для сцены в которой фил сожрал червя но для него это классика музыкальных номеров на этот раз стало меньше за что отдельное спасибо единственное меня смутило что авторы решили странным образом пожонглировать колоритный тематик мультфильм несмотря на то что наши пупсики находятся в париже добрую часть хронометража здесь эксплуатируется японская тематика тут тебе и ниндзя и поющее что он а почему дима для детского экшона париж не слишком привлекательное место вот и напихали всякой клишированной а почему-то не написать детский в японии шепухи только песик спайк у нас шатается по городу и поддается парижским романтическим флюидом сцена с пародией на леди и бродягу кстати вышла весьма забавная здесь также всю дорогу пародирует крестного отца в конце уморительно обыгрывают культовую цитату короче у мультфильма есть свои приколюхи однако как и в первый раз заклинаю вас ничего переворачивающего не знаю я в детстве смотрел знаете как нельзя же было как на ютубе переключить другое смотреть нормально иногда ну конечно не не фильмы мультсериалы сознание деток не ждать скажу ожидаемый мэйбе вторая часть деток зарабатывать 103 миллиона долларов весьма теплый прием как аудитории так и у критиков чтобы уж не словить слишком сильный карапузный передоз никелодиона решают выпустить через год очень важный для себя мультфильм а ну-ка по джиме не трогать мальчик динни лично для меня стало полнейшим шоком что ноги сериала про нашего вундеркинда растут именно отсюда именно полнометражка про джимми нейтрона 2001 года стала отправной точкой для одного из главных хитов никелодиона ведь обычно происходит наоборот джимми нейтрон настолько упор то я не могу но он прекрасен том чтобы порт он просто не знаю он прекрасно своей упорочкой он также тем что является самым первым компьютерным мультфильмом никелодиона и на самом деле мультфильм перед сознанием прошел достаточно долгий путь автор джон дэвис изначально задумывал лайф-экшен фильм про сверх гениального мальчика еще в далеких 80-х продвинуть концепт не удавалось по различному ряду причин в частности за технических и в итоге дэвис забросил готовый сценарий раскадровки уже со стремительным развитием компьютерной анимации в 90-х дэвису приходит идея воплотить свой сценарий вид здорово мне лоб такой же как у меня кошмар прекрасно самом деле это тоже немножко джимми нейтрон такая альфа-версия головастый пацан носил имя джонни квазар краткометражка подняла нехилый ажиотаж в круге аниматоров и приглянулась стиву одекерку основателю оу интертейм от и кирк и дэвис объединяет усилия и начинает работать над приключениями джонни квазара и осенью того же года проект представили президенту никелодеон элби хекту хект оказался под впечатлением от квазара и назвал его помощью барта симпсона с альбертом энштейном ну лучше не скажешь и ники заказывает у дэвиса 13 минутный пилот и просит его сменить имя мальчугана чтобы у зрителей не возникало путаницы с популярным на тот момент джонни браво и капитаном квазар после мозгового штурма дэвис придумывает окончательный вариант имени джимми нейтрон ну нейтрон звучит прикольно джимми нейтрон классное название на самом деле вот название великолепное на самом деле придумать название поверьте это очень сложно право пилотного эпизода никелодеон оказывается в таком восторге что предлагают дэвису снять аж полнометражный мультфильм который бы стал отправной точкой для грядущего запуска сериал забавно что главный герой был частично основан на самом дэвисе тяга джимми к изобретения берет свои истоки у любви дэвиса к научной фантастике а удержимость ультралорда мужчина это отсылка на тягу коллекционированию дэвиса в детстве влюблялся ли дэвис в маму своего друга большая загадка мультфильму было выделено 30 миллионов долларов человек и всю работу успели завершить за два года по сюжету всех родителей ретро милия похищают злые пришельцы и конечно же сначала дети оказываются восторге от перспективы потусоваться безрослых но потом оказывается что без мамы жить то плохо и конечно же джимми с остальными детьми объединяются чтобы надавать люлей глупым яйцевидным пришельцам с огромным монстром курицы и спасти родители потому что родители это хорошо вот такая вот базовая мысль подана в формате веселого забавного приключения только не видел полнометражку просто целиком и полностью пропитан духом никелодиновского безумия из нулевых даже начиная с самой идеи того что для всех жителей ретро виле мальчик гений изобретающие ракеты телепорты лазеры атомные реакторы это абсолютная обыденность и интересная мысль заключается в том что каким бы гением ты не был если ты отличаешься от остальных то все вокруг будут считать тебя идиотом конечно же по мере действия джимми проявит себя с лучшей стороны и после все дружные ему скажут что он молодец и все это будет сопровождаться безумными образами с детьми на каруселях космосе гигантской но так ну то не надо яйца и мозги варят разработчик ожидать у автора автора мозги большая безумие варят наводительная тупость визуальный мультфильм не сильно отличается от сериала и для 2001 года и такого бюджета в принципе выглядит снос студо признать что у джимми нейтрона есть свой уникальный стиль образы достаточно минималистичны но при этом дико запоминающийся и разумеется мультфильм закончится милой речью о ценности семьи и рыгающими родителями что же это хороший мультик прекрасно из хорошей моралью и звезд неба не хватает и самое главное концов на газет зерно для рожать его который будет еще более безумным и безбашенам скажу свою ностальгическую из мультфильм собирает в прокате 103 миллиона долларов то давайте будем честными в детстве всем рыгачки были смешные да давайте будем честно и рогачки до сих пор смешные ну шо да дать нибудь и брюзгой дай какая рыга на премию оскар и уже спустя полгода джимми нейтрон успешно отправляется на теле экраны ну а следом за полнометражным нейтроном свой полнометражный дебют получает еще один большеголовый пацан арнольд у тоже классный мультфильм не шутите с кем-то вот или не шути с там про короче чувака который типа пранкер юморист мне он нравился я его не помню и даже может может он плохой на самом деле кто его знает потому что в детстве мне нравился почему-то сериал большое приключение нашего любимого репоголового пошло разработку в 2001 и на тот момент уже успела выйти пять сезонов и арнольд изначально это должна была быть связка из трех серий под названием арнольд спасает район проект должны были выпустить на телевидении на видео однако уже после кассового успеха полнометражных ох уж этих деток и успешных тестовых показов готового материала руководство paramount pictures решило выпустить проект кинотеатрах виде полнометражного мультфильма и уже в июне 2002 перетрансформированный арнольд выходит на большой экран и арнольд это довольно милые ламповое шоу повествующее об арнольде добром и справедливом парни которая по мере действия помогает для местами такой грустникам хорошие какие-то проблемы и давать мудрые советы помогает он в основном достаточно стандартами хоть и действенными способами иди помирись признайся извинись ты боишься не бойся так и надо с такой просек и концепции может выйти очень классная компанейская приятная штука которая сейчас порой уютно пересматривать все эти перипетии чудо не устарел обшему карьеру за угарные остроты деда арнольда у которого голова кое-что напоминает опустим это уже легендарная мемная помешанность эльгина арнольд и общая атмосфера приятного домашнего уюта все эти вещи не могут не подкупать тому же очень круто что сериал в частенько игрался жанровой составляющей были у жидковатые забористо приключенческие даже очень грустные серии способные пробить на слезу до этого руками нах юно наверное вообще один из самых трогательных в истории телевидить в общем это заслуженная классика старого доброго никелодиона которого вполне спокойно уживалась телевизионных рамках полный метр же попытался представить нам чуть более масштабную историю которую внезапно приправили социальным подтекстом о том что капитализм зло дело в том что район в котором живут наши вообще смешно когда капиталистические компании которые как бы работают на заработок рассказывать что капитализм зло не знаете скажу так капитализм в своем понимании и не зло и не добро как и любая наверное другая идеология но как и в любой другой идеологии мне кажется есть не долгие принципе ну вы понимаете о чем да я могу сейчас неправильно сформулировать мысль но надеюсь у меня немножко поймете мой мысль блять как же я говорю ужасно просто что со мной не так извините извините суть том что если плюсы и минусы и так почти во всем и это надо понимать да есть плохие части капитализм хорошие тут с этим спорить нельзя герой собирается снести некий злой толстосум мистер шек а после но идеального мира не будет для поиграть огромный мир центр жителям выплатит огромные деньги но разумеется они выступали против сноса остановить шайка должны в первую очередь арнольд и джеральд в мультфильме добрая половина хронометража мусоли достаточно стандартную тему а злых корпорациях которые хотят все застроить своими торговыми центрами но если честно проникнуться местные драмы и конфликтами не совсем получается ведь если проскинуть мозгами по сюжету одни каменные джунгли просто собираются заменить другими а наши ребята просто будут скучать по старым захолустым уголкам и магазинчикам но конечно же это все будет подаваться под соусом агидок про плохих дяденек костюмчиках из этого нельзя это прогресс прогресса без жертв не бывает без боли нет прибыли морали сбиты до безобразия но главный плюс мультфильма заключается в том как герои останавливают этих самых плохих дядек арнольд и джеральд отправляются в довольно джентльменская и обаятельное шпионское приключение на автобусах где на кучу завезли переодевания прослушки а с под тишка им помогает хельга и в конце мультфильм делает одну важную вещь арнольд и хельга наконец-то поцеловались события мультфильма ни на что толком не повлияли район не сносит злого богатого дядьку мы посадили хельга отшучивается вновь хамит арнольду и сливается и таким образом мы приходим к значению который сохраняет зашелся чуть ли не девочка шифра разбита в общем не сказать что первый полный метр про арнольда несет какую-то сверх ценность однако это не отменяет того факта что это было бы душевное ностальгическое действие которое вполне заслуживает такую же на кассивную и к сожалению на момент выхода мультфильм не пошел массы и при скромном бюджете в 4 миллиона долларов он собрал еще более скромные 15 миллионов планируемая хотя бы рашка действия которых должно было происходить джунглях было отложено в долгий ящик а сам сериал закрылся в июне 2004 сиквел в итоге состоялся аж 13 лет спустя после окончания сериала но это совсем другая история том же 2002 никелодион вспоминает что у них остался еще один мультсериал без полнометражного дебюта непорядок а ну-ка какой дикая семейка торнбери на волне успеха все тех же ух уж этих деток ники решают дать полный метр еще одному телевизору а это девочка странная ту прокачивающую семейку любителей животных интересно что изначально мультсериал разрабатывали фон он и мейшн и перед нами должен был в конечном итоге проект был отменен уже в девяносто восьмом году ники подхватывают идею и создают на ее основе семейный мультсериал на самом деле семейка томбери было довольно важным проектом для студий это было первый оригинальный мультсериал который помимо детей концентрировался на взрослых и на их взаимоотношениях с детьми также торнбери были первыми кто затвердил формат 22 минутных историй это был набор достаточно простых схематичных приключений в которых немножечко бесячая маленькая рыжая девочка элайза умеет общаться с животными и в итоге каждую божью серию элайза воротит какие-то проблемы и сама же пытается их решить собственно в полнометражном мультфильме происходит ровно то же самое элайза просит у мамы гепардихи поиграться с ее детенышами а потом одного из них похищают злые браконьеры и весь мультфильм наша девчуля носится в попыхах пытаясь спасти зверюшку исправить положение мультфильм просто ну вот под завязку переполнен удобными случайностями вот только что элайзу разлучили семью и отправили школу-интернат в лондон но спустя 15 минут хронометраж обезьяны пускают везде нормально она без труда оттуда сбегает и она также без труда покупать билеты на самолет вместе с шимпанзе она уже едет на поезде в африку как по мне слишком много условностей да то есть как бы понятно дело что условности бывают но тут как-то слишком много не материализовавшиеся из воздуха ветеринары родители неподалеку тусуются ведь африка такая же маленькая не правда ли и на все это можно было бы закрыть глаза если бы мультфильм постоянно не прибегал таким дешевым приемом с чудесными совпадениями которым ты попросту не веришь какое-то глобальное продвижение истории подспевает только к третьему акту тут появляется местный злодей браконьер угрожающий напасть на стадо слонов и назревает оправданный конфликт между ним и элайзой в ключевой сцене элайзе приходится рассказать о том что она умеет общаться с животными из-за чего она теряет свой дар и неужели это задел на интересную сюжетную ветку для серия а я хочу вернуть тебе твой дар привет шаман который одаровал дар элайзе как жизнь разумеется дар возращается браконьера побеждены гепардик возвращенный хэппи-энд на самом деле если абстрагироваться полнометражный порешали вышли вполне нормальным приключением и здесь можно похвалить мультфильм за то что он учит любить и ценить живот мультфильм не уходят в дикий кринж и пошлять так что если вас не пугает рыжий болван найджел смело можете глянуть семью от меня законная мэйбель кукасу 60 миллионов долларов приближать и 15 а поскольку нам семейка не смогла принести колоссальных бабок никелодеон они решают год спустя расчехлить тяжелую артиллерию одну карапузы встречаются с торнбери и его кроссовер и тысячи третьем году не до свой читерский козырь руками решают выпустить полнометражный кроссовер с героями своих главных хитов продюсеры потирали ручки в надежде сделать свой самый кассовый полнометражный мультфильм заморкнулись так что аж Брюса Уиллиса на озвучку позвали по сюжету детки с родителями попадают в кораблекрушение оказываются на необитаемом острове на котором конечно же тусуются торнбери томми будучи фанатом найджелос подвигает карапузов на то чтобы его найти с этого момента начинается чистое зрелище на потеку маленьким фанат а что если деби наткнется на анжелику вот вам пожалуйста а что будет если чаки натолкнется на доне и это есть а что будет если элайза будет слышать спайка но очевидно он будет говорить голосом Брюса Уиллиса чтобы он озвучивал гиперактивного похотливого пса создатели решили снова получить мои бедные уши и приправили это дело очередными бестолковыми музыкальными ну что скажу выглядит прекрасно ну блин аниматоры молодцы не знаю люблю 2d мультфильмы красивыми номерами даже группу The Clash зачем-то нелепо решили перепеть в общем наши герои разбиваются на группы тусуются где-то вдалеке друг от друга до тех пор пока не объединяются в конце после череды классических удачных совпадений это просто фанфик в котором взяли героев из разных мультсериалов поставили вместе в один кадр и больше ничего интересного не происходит в общем получите мою новую давайте поскорее закончим а то я уже словил карапузный передоз а собрался зрители также устают от малышей и мульт проваливается в прокате даже видишь не просто Тонбери 55 миллионов долларов при бюджете в 25 как детки так и семейка Тонбери закрываются летом 2004 и с тех пор о них уже ни слуху ни духу я сказал ни духу да блин я сказал ни слуху ни духу ну ё-моё слушай Nickelodeon это всё понятно ну хоть что-нибудь интересное у тебя есть я решу все проблемы спонти боб надеюсь спонти боб губка боб квадратные штаны в кино полнометражка про жёлтого квадратного гражданина пошла в разработку ещё с 2004 года создатель сериала Стивен Хилем был обеспокоен тем что его сумасбродный мирок поместят в масштабную кинематографическую вселенную и долго не соглашался на проект уже в 2002 над сценарием начинают работать аж 7 авторов ё-моё что-то я стал любить его ещё больше чем раньше ка-без сначала кажется что приключение штанишек может смотреться уместно исключительно в рамках 11-минутных психоделично комедийных сюжетов но на самом деле спустя годы понимаешь что полнометражный губка боб это полноценная притча о проблемах взросления поданная в неповторимом фирменном бобовском стиле меня очень радует что авторы решили сделать полноценную крепкую историю которая не кажется растянутым эпизодом сериала да замес про противостояние планктона и нептуна кажется немного филлер а дочь нептуна будто вообще из другого мультфильма прибежала и выглядит как она похожа на вэлму из скуби-ду да это вэлма из скуби-ду говорю но на этом минус мультфильма в общем то и заканчивается потрясный фирменный бобовский угар шутки с алюзиями на то что наши балбесы перебухали мороженого ну невозможно тут с кислой мордой сидеть некоторые сцены вызывают нереальные эмоциональные скачки эпизод с иссыхающим бобом и патриком поистине пугающе трагичный я аж помню как сам чуть не сплотнул на этом моменте пока сидел в кинотеатре где это видно что мы могли заплакать на мультфильме про губку боба это и за они в этом где трагично но смешно ну отдельно стоит похвалить мультфильм за то что подарил нам целую гору культовых мемас начиная музыкальными номерами с гуфи губером заканчивая раздвигающимися квадратными дэвида хасельхоффа одним словом великое кино самое важное может быть вы не знали но пока но хронологически этот мультфильм считается последней историей про губку боба наш желтый парень обретает веру в себя находит баланс между инфантильностью и взрослой жизни становится директором второго красти крабса и хэппи-энд вы же замечали что в дальнейших сериях больше нигде не фигурирует красти крабс 2 куда же он пропал да потому что первая часть это канонический финал и чтобы не милый на него вашего желтого засранцы сериале всегда знайте что его ждет достойный хэппи-энд в котором его повысит а радует ну теперь теперь этого краба будет еще больше денег потому что скорее всего сладко проигрывать по уши да удивительно полнометражный бутыл мало умудряется не скатывать стандартный бессвязный набор скетчей и остается цельным произведением полнометражка встает наравне с лучшими сериями сериала и при этом создает впечатление по-настоящему значимого никелодиновского блокбастера говорю свою теплую пьесу полнометражный губка становится самым кассовым хитом студии на тот момент и собирает 141 миллион долларов при бюджете в 30 опасения хиленберга были напрасны полнометражный дебют губки удался да настолько что сам хиленберг называл его пиком франшизы и после выхода мультфильма он заявляет что хотел бы завершить на этом сериал но разумеется никелоги он даже об этом слышать не хотели хиленберг в итоге оставил пост шоу раннера и медленно но уверенно сериал начал сдавать был и вот так вот вот так вот и все закончилось я надеюсь что следующих работа будет не хуже хуже это про мужика коровы не очень этому рад режиссер сценарист здесь стив одекер один из авторов джимми нейтрона и стоит подметить что у одекерка очень странная фильмография в ней вы найдете и первого эйса вентуру и годный нечего терять и брюса всемогущего и рога и копыта ладно справедливости ради странного низкосортного ширпотреба у него тоже хватает но рога и копыта я все понимаю мультфильм наплодил кучу мемов последний мемов там очень много да вы все угораете по этим корявым зубастым мордом но хоть убейте мемы шикарные мемы шикарные не ну знаете вот спустя время ради мемов он существует этот мультфильм ненавидел его в детстве так и ненавижу сейчас впервые я увидел когда мне было 10 лет и уже тогда у меня взбесил особенно сам главный герой коровец отис что что за создание такое это противнейший нарциссичный идиот который никак не справляется со своими задачами по мере действий невероятно отталкивающих и выкащает друзья тупейшие людишки все это с отвратительным дизайном пластиковой анимации любезут вы удивитесь но рога и копыта стоили немного меньше первого шрека и вышли на пять лет позже и выглядит не очень убедительно вы меня потратили еще хуже что мой фильм пытается в полноценную драму тут даже батя отиса заведующий всем скотным двором в первой половине мультфильма умирает из-за злых койотов ничего не напоминает полная хакуна мотата и все это выглядит дико неорганично коряво и нелепо и не понимаешь что мультфильм из себя пытается показать то ли комедию нулевых то ли драму уровня шекспира вы уж определитесь дорогие друзья а ну понятно я не мог не обратить внимание на таких улет ну надо же ты смотри ты смотри ты такая я даже грязным себя чувствую пока главный об этом мультфильме не жарлю щенок или собирает кассу в 116 миллионов долларов при бюджете 51 что можно считать кассовым права и по делу на этом скотина ископытилась сказал бы я если бы они не выделял сериал я явно ничего не понимаю в этом мире так что спасибо я отчаливаю вот это нас сегодня конечно помотал и по бомбили и по ностальгировали надеюсь было интересно было очень интересно свет вырубился удивительно как никелодеон муви сжиза в плотной связке вместе со своими хитовыми мультсериалами будто им не хватало уверенности в том чтобы раскрыть свой независимый потенциал исправится ли положение дальше спойлер нет хотя стоит признать что некоторые авторы в будущем будут пытаться откреститься от образа коммерческого приложения к телеканалу но до этих попыток надо еще дожить так что впереди хорошего чего интересного слишком далеко не уходите продолжение когда-нибудь да выйдет ну а пока я вот ладно ребята ссылка на оригинал в описании приходите подписывайтесь на канал чак ревью обязательно ждем вторую часть и прописали было бы прикольно к что же посмотреть подписывайтесь на мой канал всем удачки всем пока